День знаний В этом году в первый раз в первый класс в нашем городе отправились почти 16 тысяч ребятишек. И на школьных линейках можно было встретить классы, кажется, на все буквы алфавита. Поделился своими воспоминаниями о школьных годах и мэр Сергей Еремин. Он рассказал, что не всегда был примерным учеником и отметил, что обеспокоен поголовным уходом детей в онлайн. Да, шкодили. Здесь всегда категории такие. Вспомнить есть, что рассказать некому. Поэтому, ну что, я таким же пацаном рос деревенским. Носились, понятно, что там убегали, там за 3-9 земель родители потом пиндюлей давали. Ну, один раз-то, если честно, на Новый год там был наказан тоже, там немножко не послушался зайчикам, не смог пойти на Новый год. Даже сейчас смотрю, пацаны между собой не могут договориться, как подраться. У нас не было вообще этих проблем. Бум-бум, и все, разлетелись. Комика и драка Мерзелизаде за неудачную шутку про русских навсегда просят покинуть Россию. Еще в марте в эфире стендап-клуба номер один юморист рассказал историю о том, как он снимал квартиру и в ней обнаружил матрас, обмазанный фекалиями. Комик пошутил, что русские, когда ложатся спать, всегда ими обмазываются. А потом заявил, что русские – невеликая нация, в отличие, например, от французов. За шутку Мерзелизаде уже подвергся нападению на улице, получил десяток суток ареста за возбуждение ненависти, а теперь МВД признало его нежелательным лицом. Сам юморист вины не признал, но извинился перед теми, чьи чувства оскорбил. По его мнению, он всего лишь шутил и хотел высмеять ксенофобию и нетерпимость к чужим культурам. Адекватные люди не живут в мире, где есть великие нации и невеликие нации. Есть только великие люди, очевидно. Но эта фраза адресована как раз этим ксенофобам. Это все вообще адресовано исключительно ксенофобам, которые позволяют себе смотреть на меня и на тысяч других таких же ядраков свысока. А почему они это себе позволяют? Потому что они считают, что их национальная принадлежность, а в данном случае русские, и ставят их выше меня. А что их может задеть? Только то, что их позвут не такими великими. За ядраков ступились юмористы. Русские, армяне, евреи, якуты, казахи. Они уверены, что шутка не преступление. Тем более, что сам комик признал шутку не совсем удачной и извинился. А ксенофобию высмеивают и в других странах. Тем не менее, теперь, если Мерзелезаде по своей воле не покинет Россию, его выдворят. Закон это позволяет, поскольку комик не гражданин России. У него паспорт Республики Беларусь. СМИ также сообщают, что после истории «Смерзелезаде» сотрудники ФСБ начали ходить на концерты комиков-стендаперов и внимательно вслушиваться в то, о чем сейчас принято шутить. Верховный суд снял с выборов в Госдуму известного предпринимателя Дмитрия Потапенко. Он входил в список российской партии «Свободы» и «Справедливости». Основанием для такого решения стали, по мнению ЦИК, иностранные активы, например, акции Яндекса. Компания хоть и считается российской, однако зарегистрирована в Нидерландах. Подобное решение Верховный суд принял еще по десяткам кандидатов от партии «Рост», «ЛДПР», «Яблоко» и новых людей. Сам Потапенко считает такую ситуацию абсурдной, ведь все крупные российские компании так или иначе выходят на зарубежный рынок, чтобы получить инвестиции. Экономист готовится обжаловать решение Верховного суда. На сегодняшний день российский фондовый рынок настолько мал и ничтожен, что абсолютно все компании относятся к государственному сектору или частному. Если таковые, то они организуют, соответственно, дочки для того, чтобы выходить на зарубежный рынок. В противном случае, просто говоря, инвестиции, но сопоставимые масштабы, которые можно привлечь на зарубежном рынке, они невозможны. Про Яндекс не указан, потому что о его существовании я и до сих пор не знаю, откуда взялась история с существованием у меня Яндекс. Потому что, отсматривая свои портфели, я там Яндекс не нахожу. Там обнаружена подделка, я это утверждаю абсолютно с трезвым уме, здравой памяти, подделка моих деклараций, моих заявлений. Политологи подчеркивают, вполне возможно, что среди кандидатов в Думу других партий можно найти тех, кто раз или два покупал несколько акций иностранных компаний. Однако обратит ли на них внимание ЦИК – это уже другой вопрос. Парадоксально и то, что тем, кто принимает такие законы, как правило, не чуждо, ничто импортное. У многих депутатов и чиновников можно увидеть айфоны последней модели, но при этом владеть хоть одной акцией иностранной компанией уже нельзя. Это не патриотично. Эксперты уже дали название такому явлению – патриотическая шизофрения. Российские независимые медиа требуют аннулировать список иноагентов и внести 12 поправок к соответствующему закону. В частности, присваивать такой статус предлагают только по решению суда. Авторы открытого письма также считают, что нужно упростить отчетность для иноагентов, прописать порядок снятия этого статуса. Данные поправки необходимы для обеспечения полного выполнения закона о средствах массовой информации, прозрачности процедуры внесения в списки СМИ иноагентов, определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечения равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий иноагентов – физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ. Мы считаем, что с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры, текущий список СМИ иноагентов должен быть аннулирован. В Кремле бы обещали рассмотреть обращение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предложения СМИ носят конструктивный характер. Всего свои подписи под обращением поставили издатели и главные редакторы 22 СМИ, среди которых «Эхо Москвы», «Знак», «Новая газета», «Телеканал Дождь», который является иностранным агентом. Открытое письмо подписала и редакция нашей телекомпании.